Он тогда был кандидатом, я был только перворазвятником. Дядя Саша, вы как жумаш уже. Да, да. Я извиняюсь. Ну, здесь по старшинству стало и теперь по времени. Я дядя Колю знаю с 97-го года, как он сюда пришел. Здоровый, большой, огромный. Тогда он здоровый был, я сказал, нет. Угуримый мужик пришел, на работу. Очень большой был тогда. Очень силастый, очень рукастый. И прямом переносном смысле. И руки большие, и мастер на все руки. Вот эти советские машины перебрать, собрать. Он сам только так. Он никогда не шиномонтажку, не ездил, никуда не ездил. Сам разбирал, сам это делал. Ему западло было зайти в бухгалтерию, сказать, дайте мне 2000, я поеду на шиномонтажку. Или поеду там ремень менять туда. Он просто на ходу разбирал, собирал. Ну, что я скажу. За эти с 97-го года по 2001 год, это 24 года я с ним все время. Я состоялся как карагандинец при нем, и как специалист тоже можно сказать при нем. Я при нем женился, и при нем мои дети в садик пошли. Даже замуж вышла и даже родила. Я недавно ему говорил, что дедом стал, он так радовался, радовался. Что скажи. Земля ему пухом. Пусть лежит спокойно, спит спокойно. Все, что в наших силах сделали. Простит. Ему простят грехи. Всевышний и нам простит. Что скажем еще. Светлая ему память. Мы его будем помнить. Не забывать. Уже кулишка звонит на 40 дней, поедем туда. Летом памятник будем ставить. Все, что в наших силах. Он здесь с 97-го года получается. 24 года в это здание он отдал, как и я тоже. В нем будем помнить. Я вот аульный казах. Все казахи, все спрашивают, где, как твой дядя Коля. Я говорю, вот так и так. Всех обзвонил, всех студенческих друзей, всех соседних на дворе. Вот так и так я потерял дядю Колю. Кто-то помнит, кто-то нет. Я говорю, вот человек на Волге. А, да, да, помню, помню. Все говорят, хороший мужик. Он никому плохого не сделал, даже муху не обидел. Меня обидел. Замуж не взял. И меня так и не научил за 24 года ездить. Право купить помог, а ездить так и не научил. Совершенно любишься.